Такое ощущение, что реально с войны. Ну, во-первых, безгранично рад, что сборы прошли очень удачно, без травм, без каких-то там болезней, заболеваний, как говорится. Потому что, когда набираешь такие пиковые формы, всегда организм уже подвержен сдаться. Рад, что приехал домой. Сейчас осталось буквально три недели до самого боя. Уже подводку к бою и какие-то технические, тактические приемы будем, ну, моменты нарабатывать здесь, с ребятами своими из команды, с тренером. Вот, а всю основную работу уже проделали, зарядились, как говорится. Прочувствовал я, что такое сборы в Дагестане, на самом деле. Прочувствовал и понял, ну, откуда такая конкурентность у этих ребят, да, ну, у бойцов дагестанских. Откуда у них это берется все. И, как бы, да, их самый яркий представитель, Хабиб Нурмагомедов, показывает уровень борьбы, да, боев, доминирующее ведение боя. Я понимаю теперь, за счет чего это все происходит. Вот, не просто со слов там ребят, которые были на сборах, которые там проходили, да, и рассказывали, как это. Но я на своей шкуре ощутил вот тот уровень борьбы и подготовки, который там присутствует. Психологически достаточно было сложновато. Почему? Потому что меня тут и настращали перед отъездом на сборы. И просто незнакомое, да, место, как бы, не знаешь, как там ребята работают, не знаешь, какие условия в залах. Ну, многие, как бы, такие. А бой все равно ответственный, очень ответственный. Я считаю, один из самых ответственных боев в моей карьере и жестких будет. И, как бы, сделать, принять такое решение, поехать в незнакомое место, к незнакомым спарринг-партнерам и пройти там основной этап нагрузки. Это, как бы, было сравнимо, наверное, с каким-то таким сбалмошным решением. Но, опять же, не пройдя вот эту жесткую подготовку, я думаю, что не было смысла вообще заряжаться на этот бой. То есть, только так к такому бою можно подготовиться. Даже отношения ребят в Дагестане, даже просто, да, просто людей, самих спортсменов, очень гостеприимные люди, то есть, очень отзывчивые. Тот стереотип, который, ну, создается, да, все равно даже в сфере спортсменов, вот, он немножко неправильный. Ну, может быть, он и создается по каким-то причинам, вот, но у меня стереотип совершенно другой сейчас в голове. Вот. Но жесткость бойцов, подготовка, она, конечно, заставляет уважать этих ребят, заставляет считаться, как бы, с ними и понимать, от чего они настолько, как бы, опасны. Вот. Поэтому я считаю, что я не прогадал в том, что принял именно такое решение со своим тренером и поехал и проверил себя вообще на наличие яиц. Можно, наверное, даже так сказать, потому что, чтобы это сделать, чтобы сделать такой шаг перед одним из ответственнейших боев, да, в своей карьере, это нужно, конечно, еще и немножко к ухой поехать, мне кажется. Ну, в хорошем смысле, но я рискнул, и этот риск оправдан, я считаю, на все сто процентов, если не больше. Очень много ребят моей весовой категории в зале. То есть, ну, меньше, еще больше, но даже полутяжей и тяжей очень много. То есть, например, здесь собрать такое количество полутяжеловесов, я не говорю уже про уровень ребят самих, да, там, профессионализм. Просто проблематично даже в количестве. А там у меня не повторяли, ну, может, раза два повторяли спарринг-партнеры за все три недели. То есть, был какой-то костяк, который также ребята готовятся. Там есть бойцы, которые готовятся на 13 декабря также, ну, на тот турнир, где я буду выступать. Вот мы с ними работали и работали с ребятами, которые просто тренируются и помогали нам, ну, как бы, набирать форму. Выходили на нас, спарринговались с нами, боролись. Вот, ни в коем случае. То есть, наоборот, так много спарринг-партнеров, что ты не успеваешь привыкнуть. То есть, все прекрасно знают, когда ты работаешь с одним человеком, да, или с двумя, там, ты уже привыкаешь к их стилю, к их манере, к их особенностям. И уже, можно сказать, где-то можешь себе позволить похалявить немножко. Потому что, чувствуя соперника, да, зная, что он делает, уже не так его опасаешься. Так, что ли, можно сказать. Уже как-то психологически легче. А когда на тебя выходит каждый день новый спарринг-партнер, и ты не знаешь, что от него ожидать, как он будет работать, навяжет ли он борьбу, ударную технику, что он будет делать с тобой. И это заставляет быть сконцентрированным каждую секунду. Вот, поэтому в плане, например, той же психологии это очень закаляет. То есть, тут или ты сломаешься, или ты вырастешь. Других вариантов нет. Ну, каких-то официальных договоренностей нет, но я сказал главному тренеру клуба «Универсальные бойцы», в котором мы тренировались, РСУ, сказал, что до новых встреч. Я обязательно приеду и буду там или просто тренироваться, какие-то сборы общие проходить, или к подготовкам, ну, к боям конкретным. Но на данный момент я не планирую так далеко, потому что у меня сейчас есть главная задача, которая будет 13 декабря, а уже после будем, конечно, планировать сборы и подготовки. Но это не последние мои сборы точно. То есть, я теперь понимаю, как нужно и в какой форме нужно быть, чтобы выходить и показывать зрелище. Что здесь осталось подтянуть? Сейчас уже будет больше тактики и именно наработок под манеру ведения боя моего оппонента, то есть маги, да. То есть, я надеюсь, что мои спарринг-партнеры, ребята, помогут мне скопировать его манеру, чтобы я под нее работал. Ну, против, точнее. Ну, и, конечно, будут еще спарринги, но уже не в таком объеме, не в такой интенсивности, уже больше для того, чтобы не терять ту же чувствительность, дистанцию и немножко поддерживать функционалку, чтобы она, как говорится, на суперкомпенсации начала вырастать. То, что мы наработали вот за три недели нагрузок, чтобы это еще плюсом поднялось.